Привет! Пришли мне вот такие красивые платки. Это два мини-модуля, они на самом деле с друг другом не связаны, просто изготовлены вместе. Но обо всем по порядку. Первый модуль это поворотный энкодер, это еще называют валкодером. Особенностью платки является наличие схемы аппаратного подавления дребезга. Забегая вперед, я считаю этот вариант идеальной антидребезг системой. Второй модуль это цифровой потенциометр. Это такая микросхема, которая по сути выполняет роль аналогового потенциометра, но управляется цифровым методом. В данном случае по I2C. Эти штучки еще называют дигипотами. В современном мире они много где применяются. А спонсором этого видео является компания PCBWay. Спасибо им за изготовление таких шикарных платок. У меня нет никаких замечаний к качеству, смотрите сами. Для заказа двух видов платы на одной панели я указал это при заказе. Также поставил галочку на панализацию моих плат их инженером. Тут есть варианты и в большинстве случаев можно сделать разделение двух плат самостоятельно в своем проекте с помощью пропила или сквозных неметаллизированных отверстий. Изготовление при этом выйдет дешевле. Или вообще сделать два отдельных заказа. Тут надо смотреть уже по цене. В общем пришли такие платки ко мне и я хотел их красиво сломать на камеру. Но тут меня чуть не постигло фиаско. Я думал разломятся как плитки шоколада, но они таки довольно крепко оказались держатся. И нужно некоторое усилие чтобы разломать. Тут еще можно окончательно привести их в порядок. Я подкусывал лишнее и даже потом немного подточил надфилем те места где они соединялись. Кстати я тут заметил что прошлое мое видео неплохо так зашло моим подписчикам. Это больше чем обычно смотрят мой крохотулечный канал. Спасибо вам за это и отдельное спасибо всем кто пишет комментарии и обсуждает со мной технические моменты под видео. По некоторым затронутым вопросам развернулась целая дискуссия. И я во второй половине этого видео покажу что еще надумал по флайбекам. Так как вам понравилось что я оставляю в своих размышлениях открытые вопросы. То я теперь подготовил кое-что. Конкретно меня интересует знает ли кто-то о назначении вот этих металлизированных крышков по краям платы. У меня есть некоторые догадки по этому поводу но точно пока не знаю. Итак вернемся к основной теме видео к энкодеру с антидребезгом. Идея этой платы у меня появилась еще несколько лет назад когда я пытался победить китайский модуль KY040. Уже тогда я решил пойти путем аппаратного а не программного решения проблемы. Так как считаю что не стоит перекладывать на софт то что лучше решается аппаратно. То есть бороться лучше с причиной а не с последствиями. Или по крайней мере как можно ближе к причине. Решение было очень простым. Взять микросхему с набором триггеров Шмидта и приладить это ко всем контактам энкодера. Это было собрано и отлично работало. С этой схемой я забыл про пропуски шагов или наоборот многократное срабатывание. А это очень важно когда энкодер используется для навигации по меню. Так вот уже тогда мне показалось логичным что должен существовать дешевый и простой китайский модуль. Который уже лишен всех недостатков. И впоследствии я нашел его подобие. Но не совсем то что хотел. Я решил разработать свой модуль с подавителями дребезга на триггерах Шмидта. С габаритом платы не превышающим аналогичный китайский. И как видите по 3D модели мне это вполне удалось. Схема модуля полностью по канонам описанным ранее. Единственное для компактизации я перешел на микросхему в SMD корпусе. И тем сэкономил кучу места. Микросхема представляет собой 6 инвертирующих триггеров Шмидта. И хотя история микросхем серии 54 и 74 насчитывает не один десяток лет. Они до сих пор производятся и успешно применяются. Еще раз подтверждая принцип работает не трогай. Советским аналогом является микросхема серии 1564. Насколько мне известно. Они идентичны по характеристикам серии 74HC. Цена кстати на микросхемы в современном корпусе составляет всего 12 центов за штуку. Что позволяет даже не удорожать общую цену такого модуля. Почему китайцы еще спят? Вот в такой ленте приходят микросхемы. Я тут подготовил плату к распайке. Кстати, я тут обратил внимание, что современная маркировка стала весьма неоднозначной. От старого полного названия остались лишь жалкий постфикс HC14. По которому в моем староверном понимании я могу узнать только тип логических элементов внутри и что это к моп-технологии. Но ни к какой серии относится эта микросхема конкретно. Я распаял корпуса 0805, оставил тут пару фоток. Как я уже раньше говорил, это несложно для нескольких деталек. Но вызывает у меня боль пониже спины при мысли о ручном изготовлении хотя бы десятка плат побольше. Так что мой запланированный опыт с заказом распаянных SMD в Китае немалительно приближается. Сам энкодер я решил припаять просто на весу. Никогда так не делайте, не паяйте на весу, это полнейшее дилетантство. Я это сделал только ради картинки в камере. Порой поиск нужного угла освещения при съемке положения камеры и рук затягивает процесс до бесконечности. Так что я просто взял и припаял, стараясь не прокинуть камеру, стоящую в 10 сантиметрах. В конце я обычно протираю все спиртиком с помощью ватного тампона и провожу последний перед электрическим тестом визуальный осмотр. Хотя здесь и нет дорогих деталей, все равно это труд, который надо беречь. И лучше все проверить сейчас, а не когда что-то выгорит. Плата получилась весьма красивой. Проверил на ней, как делают скругление краев, это неплохо. Но вот соединение нескольких плат через мостики лучше заменить на пропилы по всей длине, так как от мостиков остаются небольшие огрызки. Сравнивать схему будем вот с таким китайским модулем энкодера. Он довольно дешевый и несколько улучшен от стандартного K-Erik 040. На нем есть RC цепочки на выходах энкодера 10 кОм на 10 нанофарад. Два таких фильтрика. На самом деле это правильная идея и работает неплохо. Далее я покажу вам осциллограммы. Я еще хотел включить в обзор самый обычный модуль энкодера, но я такие давно не покупаю, так что мы его заменим кое-чем другим. Итак, я расставлю подопытные схемы на макетной плате и подведу 5-вольтовое питание. Я еще добавил для сравнения просто энкодер с двумя подтягивающими сопротивлениями. Это будет как контрольный образец. Я буду идти от худшего варианта к лучшему и для первого опыта подключусь к китайскому модулю, но в обход RC цепочек на плате, сразу на ножке энкодера. Конкретно эти энкодеры довольно ватные в переключении, то есть щелчки тактильно ощутимы, но довольно смазаны. Это особо не мешает, но оно есть. Я поставил захват события на сциллографе и мы можем наблюдать удручающую картину. В момент переключения, кроме основной ступеньки изменения напряжения, в сигнале есть еще куча шумовых иголок и скачков. При обработке микроконтроллером это может привести к ложным срабатываниям или пропускам шагов. Справедливо, что все это может быть побеждено на программном уровне, но очевидно, что на это придется задействовать не бесконечные вычислительные ресурсы микроконтроллера. Программная реализация может быть вполне разумной мерой для некоторых приложений, но с другой стороны крайне проблемной для других. Вторым я испытал чистый энкодер из тех, что мне пришли. Модель называется EC11. Ну и как я понял, китайские варианты все называются EC11, но могут значительно отличаться друг от друга по качеству. Конкретно, которые достались мне весьма хорошие, у них очень четкое перещелкивание между шагами. Я бы даже сказал, можно и помягче. И видимо, благодаря этому и количество шумовых и ложных импульсов в сигнале минимально. То есть лишь иногда мне удавалось зафиксировать явные дребезг контактов, а в остальных случаях было чисто. Но это, видимо, скорее везение, чем норма. Следующий эксперимент – это китайский энкодер с задействованной аналоговой цепью антидребезга. Сигнал будет отличаться тем, что фронты и спады будут завалены под действием фильтра. Но по сути, явного негативного эффекта это не несет. Так как номиналы RC-цепи обоих выходов одинаковы, они создадут равные задержки переключения, и значит это все можно будет правильно декодировать. Мои эксперименты показали, что это работает вполне надежно. И только в крайне редких случаях я наблюдал ситуацию, когда, возможно, бы произошло неверное декодирование. Если быстро покрутить ручку, то картина будет следующей. В самые быстрые моменты RC-цепи уже не успевает перезаряжаться, но обычно с такой скоростью энкодер никто и не крутит. И последним идет мой модуль. Я покручу его в разные стороны для проверки, а также сделаю селограммы быстрого вращения. Так как здесь на выходе стоят цифровые буферные логические элементы, то фронты и спады будут очень крутыми и определяются исключительно скоростью микросхемы. Также в данном варианте будет полностью отсутствовать ложные срабатывания, так как они надежно давятся схемой. Вся эта идея направлена на максимальную минимизацию необходимых ресурсов микроконтроллера для обработки таких сигналов. Теперь в программе нужно лишь отследить порядок изменения уровней и, исходя из этого, принять решение о направлении вращения. При вращении энкодера может происходить ровно два сценария. Первый – это когда синий луч уходит вниз, затем желтый вниз, затем синий вверх, затем желтый вверх, что даст нам последовательность состояний на входах, как 1-1, 1-0, 0-0, 0-1, 1-1. Кстати, эта последовательность не что иное, как код Грея. Чтобы понять, как пойдет сигнал, если повернуть энкодер в обратную сторону, просто промотайте сигнал наоборот. Сначала опустится желтый, потом синий, желтый поднимется, синий поднимется и готово. Время спадов и нарастаний, благодаря триггерам Шмидта, будет составлять всего десятки наносекунд. В данном случае я просто забыл отключить ограничение полосы в 20 МГц на осциллографе, и по идее сигнал должен был быть еще в два раза быстрее. Все сказанное также справедливо для быстрого вращения в любую сторону. На выходе всегда будут красивые прямоугольнички. В общем, вот такой несложный опыт я проделал. Результат мне понравился. Я не вижу никаких проблем в использовании этих небольших и достаточно дешевых микросхем совместно с энкодерами, как в виде модулей, так и просто при установке такого схемного решения на платы. Как вы уже видели в начале, у меня есть плата для дигипота, и это уже даже поинтереснее будет. Можно купить некоторые готовые варианты на Алиэкспресс, но этот наголову превосходит большинство своих собратьев и имеет шикарный I2C интерфейс. Основой служит микросхема ED5245 от AnalogDevice. 256 позиций – это с головой, но главное не в этом. Основной критерием моего выбора был – это достаточно длинная полоса пропускания, то есть граничные частоты для версии на 5 кОм находятся аж на мегагерце, а это на самом деле много для недорогих дигипотов. Но обо всем об этом мы поговорим в следующих видео, а теперь, как я и обещал, обратимся к комментариям под прошлым видео касательно обратноходовых преобразователей. И первый меткий комментарий касался ступеньки на сигнале затвора полевого транзистора. Как было совершенно верно подмечено пользователям Тимур Гайфулин, извиняюсь за возможное неправильное произношение, эта ступенька связана с эффектом Миллера, и им даже был указан номер апноута, где это рассказано. Напомню для всех, речь идет вот об этой ступеньке, этот луч показывает напряжение на затворе. Если мы откроем этот документ, то найдем полное подробное описание, почему и из-за чего это происходит, а также осциллограммы, которые очень точно совпадают с моими наблюдениями. Если вкратце, то смысл в том, что при переходных процессах в транзисторе существует обратная связь между стоком и затвором через паразитную емкость, так называемую емкость Миллера. И чтобы завершить переходный процесс открытия полевого транзистора, необходимо сначала зарядить емкость затвор и сток, а затем емкость затвор-сток, что приводит к образованию такой ступеньки. В практическом же применении меня больше волнуют высокие выбросы тока на первом этапе открытия транзистора, что приводит к выбросам электромагнитной помехи на вторичной обмотке. Одна из идей борьбы с этим – это замедление скорости заряда затвора путем добавления токоограничительного резистора. При этом для ускорения обратного процесса необходимо еще ввести быстродействующий диод, через который затвор сможет быстро разряжаться в обход этого сопротивления. При этом из рекомендаций по ANSI P1200 для стабильной работы мы видим необходимость добавить еще и РЦ-фильтры потоковой обратной связи. Следующий комментарий касался ферритовых бусин. Конкретно применению помехоподавляющих бусин из аморфного сплава. Что же-то по меньшей мере интересно. Мне понравился как внешний вид, так и характеристики этих изделий. Там же есть даже графики, показывающие снижение ЭМИ при применении, и это очевидно выглядит неплохо. Аморфный сплав обладает больше магнитной проницаемостью, нежели феррит, и благодаря этому получается большая создаваемая аддуктивность, что в фильтре дает большее подавление помех. Все отлично, но цена 50 за одну маленькую бусинку. Я, конечно, понимаю, что качество стоит денег, но пока поэкспериментирую с ферритом, а там посмотрим. Конечно, очень хочется убрать эти пики простым и надежным методом. Следующий вопрос касался прыгающего напряжения на затворе. И тут были варианты, но точный ответ заключается в том, что микросхема содержит внутренний источник напряжения управления затвором, работающий по принципу on-off и управляемый встроенным компаратором. Вот, собственно, эта пила и видна в итоге как дергающийся затвор. При этом частота этих колебаний будет зависеть от емкости внешнего конденсатора, и при 10 микрофарадах составит примерно 50 Гц. Дабы убедиться в этом, я посмотрел одновременно напряжение на этой ножке и высокую сторону после диодного моста и конденсатора. И они с друг с другом не связаны. И, кстати, колебания по-высокому составляют менее 1 Вольта, а частота их, естественно, 100 Гц при двухполупериодном выпрямлении. Решением этой проблемы может быть только подключение отдельного питания около 15 Вольт к шестой ножке микросхемы. При этом внутренний источник будет отключен. Это обычно делают обмоткой само питание, выводя с трансформатора и с 15 Вольт для нужд контроллера. Есть несколько вариантов таких схем, от простейших диод и конденсатор, до более хитрых, содержащих компенсации и защиты. В общем и в целом, у меня осталось еще кое-что поисследовать в этой схемотехнике. Так что до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok